В Акмолинской области впервые проведена алла трансплантация кожи. Редакция 716 Кизыт побывала в многопрофильной областной больнице и сейчас более подробно расскажет вам обо всем. На базе многопрофильной областной больницы проводится мастер-класс на тему алла трансплантация кожи. Это клеточные технологии, которые мы впервые применяем для лечения пациентов с обширными дефектами кожи после ожогов, с обширными длительно не заживающими ранами после гнойно-некротических поражений, оперативных вмешательств, трофических поражений мягких тканей, кожных покровов. Сегодня к нам переехали ведущие специалисты в данной отрасли под руководством Сапарбаева Самата. Сагатыча, профессора, который будет демонстрировать данную технологию впервые. Примечательно, что данный вид медицинской помощи, он обеспечивается обязательным социальным медицинским страхованием в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. На сегодняшний день, как я ранее говорил, за всю историю Казахстана у нас проведено более 15 тысяч трансплантаций. Конечно же, именно по этой технологии, то в год проводится около 300 операций. А в чем уникальность именно эта технология? Уникальность она заключается в том, что это идет прямая биологическая стимуляция раны. Первое. Второе – это бесконтактный метод. И третье, что мы не тратим ресурсы вспомогательные для проведения данных пациентов в лечении. То есть мы исключаем реанимационный блок, операционный блок мы исключаем. Мы исключаем изделия медицинского назначения, которые применяются при операциях. А также, вы понимаете, что при таких больших поражениях, как мы видели сейчас у пациента, мы должны взять трансплантант кожи у самого же пациента. То есть мы создаем в одном месте дефицит и закрываем ожогу. То есть мы там еще должны лечить, там, где еще взяли трансплантант. Вы понимаете? И это же анастасиологическое пособие, это хирургическое сопровождение. Это длительное нахождение пациентов до трех месяцев стационария. При этом пациент, он, как зачастую в таких случаях, инвалидируется. Каким образом? Данные раны, они заживают путем рубцевания. И данные пациенты практически без данного метода лечения нуждаются в дальнейшем реабилитации, чтобы смягчить рубцы, чтобы уменьшить ограничения конечностей в суставах. Потому что если будет рубцовое изменение, вот как мы видим на плече, то данный пациент уже сейчас отводит всего лишь на 15% в конечности вверх. А должен на все 180, понимаете? Это уже говорит о том, что у него в дальнейшем будет левая рука только в локте работать. Это очень как бы досадно. В данном случае, если пациент рано заживет вся жиговая площадь без рубцевания, он вернется полноценно без зимвелизации в своей жизни.